Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Автоплюс». Сеть магазинов «Евразия Автоплюс». Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля. Лучшая цена в джинс-банке! В октябре джинсы по 890 рублей. Торопись, можешь не успеть. Торговый центр «Микс» Аленка Антей. Ленинский районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении Ивана Семкулича. Напомним, мужчину обвиняют в покушении на убийство бывшей жены и ее сожителя. Преступление произошло на Первом Курском переулке. Семкулич после совместного с потерпевшими застолья ночью с ножом проник к ним в дом и попытался зарезать обоих. О похождениях Кировского отела и любовном треугольнике расскажет Сергей Пичугин. После застолья Андрей Кислицын повез бывшего мужа его подруги Ивана Семкулич домой. Но в районе европейских улочек пьяного водителя остановили сотрудники вневедомственной охраны. Впрочем, задержать нарушителя удалось не сразу. Андрей решил убежать. Что, он так без всякого бегал, да? Так и выбежал из машины. А он уезжал? Он сюда заехал на большой скорости и выскочил из машины в трусах, в чем был. Нет, Андрей, откуда ехали? А нехуй какая-то. Как выяснилось позднее, о Кислицыне, как о пьяном водителе, сообщил его же пассажир Иван Семкулич. Это была месть, вызванная ревностью к их общей возлюбленной Марине Семкулич. Впрочем, в день задержания Андрей об этом не знал. Ты как? Андрей. Андрей. Ну, машина. Как веди за спец. Водителю предложили пройти экспертизу на состояние опьянения. Проходить ее с инспекторами Кислицын не захотел. Не в наркологии? Наркологии. В наркологии? Или я свидетельствую на состояние алкогольного опьянения алкотестера? В наркологии, я согласен. А свидетельствую на состояние алкогольного опьянения алкотестера мне бошь проходить. Сразу в наркологии. Слышали? Свидетелем задержания была и сама девушка Марина, но она, увидев камеру, сразу ушла домой. Впрочем, два года назад за рулем под шофе сотрудники ДПС ловили и ее. Все произошло на улице Производственной. На заявку приехали. Отлично. Тогда, во время задержания, Марина ударила сотрудника ДПС. Сотрудник ДПС говорит, что вы ему ударили по лицу. Спросите у него, как женщина могла избить двух, трех, четырех человек мужского пола. То есть вы достаточно сильная женщина? Ну, видимо, так. За побои сотруднику полиции суд наказал Марину штрафом 15 тысяч рублей. Также за пьяное вождение ее лишили прав на полтора года и выписали штраф еще 30 тысяч рублей. Спустя примерно год она, лишенная права управления, снова села за руль в пьяном виде. За это против нее возбудили уголовное дело. Девушку наказали лишением свободы на семь месяцев в колонии поселения. Но отбывать наказание девушка будет только после того, как ее сыну исполнится 14 лет. Однако это еще не все. По информации очевидцев, незадолго до задержания Кислицына Марину снова поймали за рулем Фольксвагена, который принадлежит ее сожителю Андрею от девушки. И тогда пахло спиртным. Инспекторы составили на нее протокол. После всех этих задержаний Марина и ее сожитель Андрей оказались потерпевшими. Бывший муж девушки Иван Семкулич не смог смириться, что его бывшая жена ушла к другому. В тот день, когда инспекторы составили на Кислицына протокол, Иван через окно проник домой к неприятелю. В комнате на диване он спал вместе с Мариной. Семкулич сразу ударил Андрея в шею. После ножевого ранения в шею Кислицын ответил обвиняемому несколькими ударами кулаками. Андрей потерял сознание, а Семкулич схватил второй нож и попытался убить Марину. Слышал, что Семкулич кричал, что сейчас я тебя буду, Семкулич, Марина Александровна убивать. Девушка отобрала нож у Ивана и выбросила его в окно. Сразу после этого Семкулич избил бывшую жену, затем также через окно покинул место происшествия. В этот же день обвиняемого задержали полицейские. Мужчине было предъявлено обвинение в совершении покушения на убийство двух лиц. На время следствия в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый Иван Семкулич дал следователям показания. На допросе мужчина уверял, что якобы и не хотел убивать Андрея и Марину. Сейчас дело рассматривает Ленинский районный суд. Семкулич находится под стражей. Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия.